Новости Москва-Баку. Здравствуйте. Президент Азербайджана Ильхам Али сегодня провел встречу с министром вооруженных сил Великобритании, членом парламента Великобритании Джеймсом Хиппи, который находится с визитом в Баку. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства. В ходе встречи было отмечено, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией. И за указанный период между двумя странами осуществлялось эффективное сотрудничество в различных областях. Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в вопросах инвестиций в экономику Азербайджана со стороны Великобритании в сфере нефти, газа, торговли, транспорта и обороны. В ходе беседы также было отмечено участие Азербайджана в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане. Президент Ильхам Алиев рассказал гостю о постконфликтных процессах в регионе после урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Позднее состоялась встреча Джеймса Хиппи с главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым. В военном ведомстве отметили, что Гасанов в ходе встречи поблагодарил Хиппи за поддержку Великобритании в рамках программы развития ООН по очистке территории Азербайджана от мин и неразорвавшихся боеприпасов. А также проинформировал Хиппи о текущей ситуации в Карабахском регионе Азербайджана и на границе с Арменией. Москва намерена расширить банковское сотрудничество с Баку в национальных валютах. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников. Он отметил, что уже есть некоторые результаты в этом направлении. В соответствии с декларацией о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Российской Федерацией, мы планируем расширить банковское сотрудничество в национальных валютах. Уже есть положительные шаги в этом направлении. Также российский дипломат отметил, что все действующие контракты между двумя странами будут исполнены, несмотря на текущие нестабильные внешние торгово-экономические отношения России с другими странами. В то же время Бочарников заметил, что по итогам 2021 года товарооборот между Азербайджаном и Россией составил почти 3,5 миллиарда долларов, что больше показателя до начала пандемии. Говоря о туристической отрасли, российский посол подчеркнул возможность оплаты картами национальной платежной системы России «Мир» в Азербайджане, что может способствовать увеличению потока в республику. На сегодняшний день существует небольшое количество перевозчиков из России в Азербайджан, но их число уже растет. Возможность оплаты картами «Мир» сильно помогла бы привлечь туристов в Азербайджан. Стоит сказать, что внедрение российской платежной системы «Мир» уже обсуждается в Азербайджане. Так, в 2019 году Банк ВТБ сообщил, что вопрос запуска карт находится на согласовании с Палатой надзора над финансовыми рынками Азербайджана. Но тогда не было срочной необходимости. Сейчас же этот шаг позволит российским туристам расплачиваться картой «Мир», так как карты визы и мастер-карт для россиян за границей теперь не работают. При этом недавно проведенный опрос, есть ли необходимость в данной услуге на территории Азербайджана, показал, что 54% респондентов одобрили при общении к платежной системе. 29% высказались против и лишь 17% указали на свое безразличное отношение к внедрению «Мир». Также Бочарников отметил, что увеличению турпотока способствовало бы скорейшее открытие сухопутной границы между Азербайджаном и Россией. Комментируя взаимоотношения Азербайджана и России в научно-технической сфере и IT-технологиях, посол напомнил, что в 2020 году между странами был подписан документ, который предусматривает сотрудничество в области инновации и технологий, согласно которому Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций разработал концепцию для сотрудничества в области информационных технологий. И российские компании смогут ее воспользоваться уже в ближайшее время. Российские инновации востребованы на рынке Азербайджана. Все сети магазинов Азербайджана работают на российских технологиях. Кроме того, осуществляется сотрудничество и в области космоса, которое имеет общегосударственное значение для наших стран, а также в сфере науки и образования. Каждый год по государственной квоте в Россию выезжает большое количество студентов. Также есть совместные контакты по линиям ГИМО. Мы знаем, что наши партнеры заинтересованы в большей подготовке азербайджанской молодежи в России. Также Михаил Бочарников прокомментировал позицию России по вопросу получения Азербайджаном статуса наблюдателя в ШОС. Он отметил, что Москва поддерживает принятие Азербайджана в статусе наблюдателя в Шанхайскую организацию сотрудничества, что, по мнению дипломата, еще больше укрепит двусторонние отношения. Азербайджан пользуется большим авторитетом на международной арене. Авторитет страны растет, и присоединение к ШОС соответствовало бы этой тенденции. Участие в ШОС и Азербайджана, и России позволит усилить двустороннее сотрудничество в ряде торгово-экономических и культурных отраслей. В то же время более тесное взаимодействие Азербайджана с ШОС должно исходить из позиций самой страны. Напомним, на прошлой неделе генеральный секретарь организации Джан Мин заявил, что государство члена Шанхайской организации сотрудничества ШОС активно изучает вопрос о получении Азербайджаном статуса наблюдателя. В настоящее время Азербайджан и Армения имеют статус партнеров по диалогу. Армения уклоняется от предоставления информации Азербайджану о местах массовых захоронений на находившихся под оккупацией территориях. Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов во время выступления на конференции на тему «Еноцид. Новый взгляд в контексте общечеловеческих преступлений». Он отметил, что проведение этнических чисток ранее проходило с разрешения прежнего руководства Армении. Даже после распада Советского Союза оккупация азербайджанских земель сопровождалась массовой резнёй, приведшая к этнической чистке местного населения на этих территориях. За это время армянскими националистами в разных регионах были совершены преступления против человечности. Среди них следует особо отметить трагедии Хаджалы, Башлыбель, Балыгая, Агдабан, Мишели, Джамели, Гушчулар, Малабели. Каждое из этих событий было рассчитано на убийство мирного населения, террор, а последовательное и систематическое осуществление массовых убийств свидетельствует о том, что они были запланированы Арменией на государственном уровне. Он также напомнил, что Азербайджан в сентябре прошлого года на основании Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации подал межгосударственный иск в Международный суд против Армении. А в декабре 2022 года суд объявил временные меры в отношении Армении. Мамедов заметил, что данное решение было обусловлено тем, что в Армении до сих пор не привлечены к ответственности радикально настроенные националисты. 15 судей единогласно приняли срочное ходатайство, поданное Азербайджаном, после чего Армении было поручено принять все необходимые меры для предотвращения разжигания расовой ненависти на своей территории в отношении граждан Азербайджана и лиц азербайджанского происхождения. Основанием для принятия данного решения суда стало непривлечение к ответственности в Армении таких военизированных структур, как ВОМА, этнических националистов, выступающих с ненавистническими высказываниями в отношении граждан нашей страны и лиц азербайджанского происхождения, поощрение их деятельности со стороны правительства Армении, а также награждение государством активистов организации. Дополним, сегодня появилась информация об обнаружении массового захоронения в селе Фарух, которое недавно перешло под контроль вооруженных сил Азербайджана. По предварительным заключениям специалистов, человеческие останки принадлежат лицам, которые погибли в боях за высоту Фарух и одноименное село в ходе Первой Карабахской войны. Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск депутата Государственной Думы России Михаила Делягина в связи с его публичными заявлениями по Карабаху. Об этом сообщается на сайте азербайджанского ведомства. Так, в передаче на канале «Россия-1» 28 марта 2022 года Михаил Делягин открыто призывал к агрессивной войне против Азербайджанской республики, делая провокационные заявления о применении тактического ядерного оружия для уничтожения энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности страны. В отношении российского парламентария возбуждены уголовные дела по четырем статьям Уголовного кодекса Азербайджана. В том числе он обвиняется в призывах к войне, угрозе совершить теракт, призывах к национальной и расовой вражде. В связи с накоплением достаточного количества доказательств для возбуждения уголовного дела, 29 марта 2022 года Михаилу Делягину было предъявлено обвинение по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса. Он был объявлен Интерполом в международный розыск по решению суда. Напомним, Баку возмутили слова депутата Делягина в эфире передачи «60 минут» и угрозы в адрес нефтяной промышленности Азербайджана. Депутат также запустил опрос в своем телеграм-канале с формулировкой «Считаете ли вы правомерным применение тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана в связи с его агрессией, вызванной убежденностью в бессилии России, военные ресурсы, которые отличены на Украину». В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что в настоящее время по данному уголовному делу продолжаются интенсивные следственные мероприятия. Справедливости ради стоит сказать, что позже депутат Делягин принес извинения за свои слова в адрес Азербайджана, заявив, что позволил себе импульсивное поведение из-за формата ток-шоу. Правда, раскаяние произошло уже после публичного отдергивания депутата со стороны Кремля и МИД России. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал депутата контролировать свои эмоции и воздерживаться от подобных заявлений, тем более в отношении партнеров России, таких как Азербайджан. Песков подчеркнул, что это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации. А официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что соответствующая оценка будет дана подобным провокационным высказыванием и со стороны руководства Государственной Думы.